Так, ну что, криптоголики, сегодня быстренько пробежимся по всем основным событиям в криптомире. Поговорим быстренько про биткоин, про альткоины, про биткоин кэш, у которого завтра у нас хардфорк по биткоин кэшу, горячая тема. Поговорим о том, что можно сделать, чтобы получить в перспективе бесплатные монеты. И в конце видео у нас будет отличное интервью Алекса Машински, CEO Celsius Network, так что обязательно досмотрите до конца. Ну, поехали! Ну, давайте начнем с биткоина. Вчера была черная пятница, скидок нам так и не дали хороших, но вот сейчас вроде как мы пошли в консолидацию, хотя об этом, конечно, говорить еще преждевременно. Вот мы видим, что наблюдается красная свеча, но таких мы уже красных свечек много видели. И смотрите, какая тема еще, что доминация биткоина вроде как тоже собирается идти в коррекцию. Но опять же, пока это не подтверждено, хотя по многим альткоинам мы уже видим неплохой отскок. Вот, например, на Полониксе я мониторю альткоины к биткоину. Мы видим, что многие из них, практически все, отскакивают на 2, на 3, на 5, на 10%. По поводу доминации биткоина еще, вот вчера Андрей в чате делал пост, что посмотрите, что было с доминацией битка, в то время как капитализация рынка вот выросла с полтриллиона куда-то на 6 триллионов, почти на 7. Но это был явно какой-то глюк, видимо какой-то щиток, пампили просто. И сейчас этого даже нет, если мы посмотрим на трейдинг-вью, здесь все нормально. Так что не берем этого внимания, но так, на заметку. По поводу биткоина. Краткосроки, конечно, мы можем сейчас увидеть коррекцию, было бы неплохо, кстати. Если мы скорректируемся до дневной сетки AMA Ribbon, то это уровни 13 тысяч, 14 тысяч. Если на недельки взглянуть, то там мы можем скорректироваться еще ниже. У нас поддержка вот в районе 12 тысяч, 10 тысяч должна быть, если мы в бычьем цикле, должна быть поддержка. Теперь по поводу в целом сантимента на рынках. Я читаю каждый день все чаты, комментарии в ютубе на разных каналах. И смотрю, что очень много кто настроен по медвежье, что мол, вы чё, уже мы 100 раз это видели, биток вот уже почти на all-time high. Какой тут нахрен был ран, сейчас всех побреют, сейчас всех загонят в лонге на байбиты и так далее. И типа пойдем вниз. Ну как бы окей, чуваки, да, в краткосроке мы можем сходить вниз, естественно, как вот здесь, ходили и здесь. И что типа RSI уже перегретый у нас, и индекс страха и жадности. Многие говорят, вот, посмотрите, индекс страха и жадности у нас на экстремальной жадности. Последний раз такое было вот в июле 19-го, после этого мы увидели серьезную коррекцию. Как бы не вопрос, да, в краткосроке можно поймать шорт и неплохо на этом даже нарубиться. Но надо не забыть закрыть этот шорт, потому что в целом мы в бычьем тренде, и глупо это отрицать. Потому что смотрите, в чем дело. Индекс страха и жадности у нас появился только в 2018 году. И его не было весь предыдущий бычий цикл, вот этот вот, в который, обратите ваше внимание, RSI находился в перегретом состоянии очень-очень долго и не опускался ниже 50 на протяжении двух лет. И все это началось вот здесь. Видите, мы даже не видим сейчас, что здесь был price action, а на самом деле он здесь был. И был достаточно нехуевый price action. Вот, если мы вот так вернемся, вот, видите, вот он предыдущий весь этот цикл. Вот как все на самом деле было. Вот у нас был предыдущий исторический пик в конце 2013-го, когда Mt. Gox хакнули, кстати говоря, и все битки улетучились. Так что аккуратней, не держите все битки на одной бирже, на том же Binance или BitMix, где сейчас надо верифицироваться. Диверсифицируйтесь по разным биржам. И к разговору о биржах хочу напомнить, что на Bybit осталось буквально считанные дни и недели до того, как закончится суперлимитированное предложение. Смотрите, Bybit добавили новые торговые пары. Здесь вы можете торговать биткоином, эфиром, EOS и XRP в бессрочных инверсных контрактах, то есть обеспечение маржи у вас будет в самих монетах, в биткоине, в эфире, в EOS и XRP. Это очень круто для ходлеров. И также вы можете торговать в обеспечении USDT, то есть для тех, кто держит баланс в тизере, шортить опять же вот этими всеми тоже монетами. Биток, эфир, линк, лайткоин и тезис. Также вся информация внизу по этой теме в описании и в закрепленном комментарии. В общем, вы можете ввести специальный купон 30% OFF на все комиссии в USDT, что очень немаловажно для трейдеров, особенно кто много трейдит, сэкономить на этих комиссиях. Плюс вы можете получить, естественно, все вот эти награды, которые указаны у нас в закрепленке. Депозит, бонусы. Даже на минимальные депозиты вы получите купон 20 долларов на любой депозит. Плюс до 110 долларов из отдела наград вы можете получить бонусами, то есть это уже 130 долларов. Ну и на депозит 0.5 битка вы получите еще 50 долларов, там 100 долларов и так далее. В общей сложности бонусов до 610 долларов можете получить. И купонами. Для этого вам нужно пройти в раздел Promotions, отдел наград, вот здесь Rewards Hub, и ввести вот этот промокод WIN500, чтобы получить дополнительный депозит бонуса. И также здесь же вы вводите промокод USDT 30% OFF, вот этот, чтобы получить 30% скидки на торги в парах к USDT. Плюс по лотерее вы можете выиграть еще 66% скидку. Так что воспользуйтесь этой возможностью, все ссылки в описании, обязательно регистрируйтесь по нашей ссылке на бирже, и будет вам профит. Вот, ну вернемся к биткоину. Что я здесь хотел сказать? Вот здесь был предыдущий пик, побрили всех, кто держал на Маунт Гоксе. Дальше был медвежий рынок, дальше был флэт. И дальше что было? Когда мы подбирались к All Time High, никто не верил. Все тоже говорили, посмотрите, RSI перегретый. Индекс страха и жадности, его еще не было, но он тоже наверняка был бы вот на этих значениях. Типа все такие, ну все, надо шортить, как бы все перегрето, да, посмотрите, должен быть откатик. И сейчас то же самое, как вот тогда было, многие не верят. Такие, да все, все, вон, посмотрите, какие свечи красные. Идем вниз, и дальше, что у нас происходит, сами знаете, бум, мы просто улетаем наверх на 300%, с 1000 долларов на 3000 сразу. И потом вот такие легкие откаты до EMA Ribbon, до сетки скользящих на недельки. И мы улетаем все выше и выше, отпрыгивая от нее, посмотрите. И делаем 20 иксов еще с момента, с All Time High, обращу ваше внимание, не снизу. Низ у нас здесь был вообще на 100, на 200 долларов. То есть мы сделали, грубо говоря, 100 иксов снизу. Вот и считайте сами. Сейчас, конечно, уже немножко другая ситуация. Сейчас все медленнее и дольше происходит. И флэт здесь был более такой заковыристый, да, то есть мы падали, потом вылетали сильно, потом опять падали. Но вот этот коронадамп, по сути, это было не что иное, как капитуляция. То есть тут все уже вроде бы поверили в Bullrun, но их побрили. И теперь никто уже не верит в Bullrun. И мы сейчас находимся с вами в стадии, в стадии disbelief мы находимся. Да, между тем, кстати, биткоин к российскому рублю, если что, уже бьет исторический максимум. Как и к турецкой лире, и к аргентинскому песу, и ко многим другим обесценивавшимся валютам. Вот мы сейчас находимся в стадии disbelief. То есть когда никто не верит в следующее ралли. И понятно, что есть, конечно, еще вот такой график фазы рынка. Это скорее больше похоже на многие альткоины, где мы после стадии depression мы впадаем в более глубокую депрессию, и потом rect, и потом совсем уже rector. Это вот скорее графики многих альткоинов к битку сейчас такие. Но это, кстати, тоже отличная возможность, чтобы закупиться на стопудовых низкамовых альтах. Но это разговор для другого видео. Вот. А тут, что еще скажешь? Ну вы поняли намек, что вот была капитуляция, никто не верит, и сейчас мы походу летим в космос. Тем не менее, я все равно жду отскок по альтам, потому что ну давно пора уже. Многие альты, такие как Litecoin, Dash, Zcash, тот же ваш любимый, даже Ripple мой ненавистный. Многие-многие альты, Ravencoin. И в том числе и Bitcoin Cash находится в очень перепроданной ситуации. И это не касается Chainlink, Wi-Fi, Uniswap и прочих DeFi хайпов, которые уже набрали по 100x весной и летом. Это касается всех альтов, которые находятся на дне сейчас к битку. Вот. И мы видим, что Bitcoin Cash сейчас находится просто на днище. И у нас по нему с вами завтра хардфорк. Поэтому что можно сделать для хардфорка? Ну, насколько мне известно, биржа Femix не поддержит разделение цепи, то есть не начислит дополнительных монет. Поэтому они вообще закрыли торги сейчас по биткэшу и просят вывести средства. А вот Binance, тот же Poloniex, сказали, что начислят. И Binance, как я понял из вот этой статьи, они пишут, что да, сценарий А, что все-таки хардфорк произойдет и будет 2 новых цепи. И сценарий Б, что новых монет не будет. В таком случае они просто возобновят торги БЧ. И Binance что сделали? Они просто приостановили сейчас депозиты и выводы, но торговлю не приостановили. Ну, фьючерсная, понятно, торговля. Тут они вот корректируют максимальное кредитное плечо. Но по спотовой и маржинальной торговле не будет затронута она. То есть вы можете спокойненько торговать даже в маржиналочке и набирать биткоин кэш там. При этом многие говорят, что слушайте, но плечо в биткоин кэше ведь стало намного дороже. Да, есть такой момент. Но я хочу обратить ваше внимание, что плечо в биткоин кэше вам нужно только для того, чтобы шортить биткоин кэш. Вот мы видим, плечо в биткоин кэше стало 0,12% в час. Это дофига. Это как бы 2,5% в сутки, даже больше. Соответственно, ну нафига вам плечо в биткоин кэше, если по сути займ в биткоин кэше вам нужен, чтобы его шортить. Вы делаете borrow биткоин кэш, чтобы его продать и купить потом дешевле. Видимо, возможно, кстати, это значит, да, что курс будет падать в краткосроке. И типа вы можете отбить даже такой высокий процент. Потому что сейчас хомяки набегут, накупят биткоин кэше, и наверняка в моменте форка цена может упасть и процентов на 20. Почему нет? И потом, ну для тех, кто в средний срок хочет это сделать и, возможно, получить новые монеты, то вам не нужно заимствовать биткоин кэш. Вам нужно заимствовать либо биткоин, либо USDT, чтобы купить этот биткоин кэш, причем, правильно? А по биткоину вот мы видим, что займы все такие же 0,001%, то есть вообще минимальные. По USDT чуть выше всегда, но тоже небольшие займы, вот 0,003%. То есть не знаю, как бы не финансовый совет, конечно, сами решайте, но я лично занимаюсь сейчас у биржи BTC и покупаю биткоин кэш. И я готов к тому, что он может еще сильнее скорректироваться, я просто еще больше его там куплю. И в случае, если мы получим новые монеты, то походу нам начислят монеты на марджин аккаунт тоже. Но об этом мы узнаем только завтра, послезавтра. Так что вот, такая вот тема с биткоин кэшем, опять же, на свой страх и риск наверняка он реально упадет и будет, конечно, эпик фейл, если новых монет не начислят. Потому что да, вот как мы видим на форклоге из диаграммы, что новую цепь BCHN поддерживает 84% сети. 16% вообще не сигналит какой-либо поддержки. И всего 0%, ну там 0,00, сколько-то, 1% поддерживают сеть ABC. То есть, возможно, что новых токенов-то и не будет. Поэтому не надо сейчас олынить в эту тему. Так, типа, небольшой частью депа можете взять, попробовать на свой страх и риск. Вот какие-то такие у меня мысли по поводу этого хардфорка. И по поводу биткоина еще такая тема, что Google Trends, посмотрите, за последние 5 лет находятся на исторических минимумах, можно сказать. То есть, они даже не близко к уровням 2017-2018 года, когда биткоин был на историческом максимуме. И о чем это нам говорит? Ну, недалекие ребята говорят, что ну все, это значит, что интереса к крипте нету, все уже разуверовали тогда в ней, больше никому не надо, и это просто спекулятивный рост, который сейчас сдует. Как бы окей, но на самом-то деле это говорит об обратном чуваке. Это значит, что теперь эти 20 тысяч, которые были потолок, теперь это для нас пол, вернувшись к разговору. Просто поймите эту вещь, что теперь для нас эти 20 тысяч, это уже чуть ли не дно коридора. То есть, вот мы в логарифмическом графике. Давайте посмотрим вот этот логарифмический BLX на месячном таймфрейме. Вот мы сейчас с вами в канале логарифмической регрессии, находимся на все еще фазе аккумуляции, можно сказать, на дне. И суть в том, что те 20 тысяч, которые были здесь, это да, было перекуплено, и все впрыгивали на хаях. И здесь также по 1200 все впрыгивали на хаях, а потом эти 1200 стали дном вот здесь, видите, вот прямая линия. И также здесь было, когда мы стоили 30 долларов. И сейчас, когда мы будем стоить 20 тысяч, вот эта линия, all-time high предыдущая, это будет фактически дно, после которого, как после всех халвингов по модели Stock to Flow, нас ждет хороший подъем. И вот я тут нарисовал примерный план игры в долгую. Мы сейчас в фазе аккумуляции, и мы пойдем очень сильно наверх. И вот эти все придурки вот только здесь начнут, по 100-200 тысяч долларов за биткоин, снова начнут впрыгивать, и мы увидим снова пик на Google Trends, еще больше, чем вот этот. Я это только так объясняю. Это хорошо, что сейчас нету этого интереса, потому что, когда мы увидим вот такой нездоровый интерес, это будет сигнал на продажу, на шорт. Это будет сигнал, что нужно продавать биток, ребята. Вот, поэтому лучше будьте до толпы. Торопитесь успеть до всей толпы. А так я вам еще раз говорю, толпа сейчас вся не верит, шортит. Мы находимся в стадии disbelief, поэтому аккуратно, не плечуйте, потихонечку покупайте крипту, держите ее ближайшие два года. И когда мы увидим вот этот безумный всплеск, уже можно будет шортить. Вот как-то так вот все сказал. Давайте смотреть интервью Алекса Машински, которое я сделал специально для канала Крипталек. Кто не подписан на него, тоже подпишитесь. Ссылку оставлю внизу. Ну, поехали. Вы говорили, что ждете цену биткоина в 20 тысяч долларов в конце года. Ваш прогноз не изменился? Да, я думаю, мы перепишем исторический максимум. Опять же, есть всего несколько активов, которые удерживают свою ценность и дают урожай. Так что биткоин – это исключительный источник признания. Как вы правильно отметили, он поднялся уже на 100% с тех пор, как мы говорили в последний раз. Я думаю, он продолжит дальше свой рост. А если вы используете сервисы типа Celsius Network, которые дают вам 6,2% годовых сверху на ваши активы, то вы вообще можете получить очень хорошую прибыль в сравнении с любым другим активом. Хорошо, мы продолжим эту тему буквально через секунду. Но сначала скажите, есть ли какая-то взаимосвязь между расцветом биткоина и ситуацией в мировой экономике? Да, смотрите, когда вы видите людей типа Пол Питер Джонса, PayPal, MicroStrategy и многих других, таких как Lines, которыми у нас партнерство, как они заходят на рынок и разворачивают сотни миллионов долларов, если не миллиарды долларов, готовые вложить в этот класс активов. И Grayscale сообщают о рекордных вливаниях в 7 миллиардов долларов. И у нас больше 2 миллиардов. Все эти вещи окажут свое влияние. Когда мы видим ограниченное предложение в биткоин, которое останется неизменным, и больше, чем предусмотрено кодом, их не напечатают. Нет федерального резерва, который может напечатать больше биткоина. И новый вал пользователей, кто приходит сейчас, они покупают. Так что мы видим преобладание покупателей над продавцами, и это гонит цену наверх. И все это принятие и адаптация вынуждают цену идти наверх к новым историческим максимумам. И мы все еще находимся в начале этого процесса. И MicroStrategy отличный этому пример. Они взяли 500 миллионов долларов из своих резервов и купили на них биткоин. Поскольку они не верят в то, что положи они их в облигации, или в акции, или в банк, или куда-либо еще, это принесет им что-то большее. В этом году Федеральный резерв напечатал более 20% всех долларов, которые когда-либо существовали. Только в этом году. То есть доллар потерпел 20% инфляцию, даже если правительства говорят, что это цифра в среднем 2%. Давайте поговорим об инвестициях. Я знаю, что вам нравятся золото и биткоин. А может быть, есть еще какие-то перспективные активы, о которых мы не поговорили? Слушайте, я реально рассматриваю только биткоин и золото. Это значит, я ничего не пропустил. Да, я думаю, другие активы уже оценены по полной. Даже если там есть еще небольшой потенциал для роста в Apple, Facebook, Netflix и так далее. Там также много риска. Так что я думаю, как только люди начнут спасать свои обережения, они начнут продавать эти активы, и это создаст давление продавцов. Мы только не знаем, наверняка начнется это в декабре или в марте. И так что я гораздо скорее буду смотреть за активами, которые имеют реально ограниченное предложение, такие как биткоин и золото. И я думаю, что биткоин даже гораздо более ограничен в предложении, и привлекает намного больше органического спроса со стороны институционалов сейчас. Многие из которых пока не владеют им, при том, что уже многие по полной сидят в золоте. И вся капитализация биткоина сейчас — это 400 миллиардов долларов в сравнении с почти 10-ти триллионной капитализацией золота. Так что потенциал для роста, возможность сделать 10x прибыли или даже 50x прибыли в биткоине, очевидно, намного выше, чем в каком-либо другом активе. Так что ваша доля в биткоин должна быть 5, 10, 15% в зависимости от вашего уровня риска. Но возможность сгенерировать эту невероятную прибыль может прийти именно из этой части вашего портфолио. Я не думаю, что Google вырастет в 10 раз или Apple вырастет в 5 раз. Я говорил с одним аналитиком, который выразил уверенность в том, что мы увидим 100 тысяч долларов за биткоин к 2025 году, то есть через 5 лет. Вы считаете этот прогноз разумным? Да, смотрите, биткоин — это бинарное событие. Он либо пойдет на 100 тысяч долларов и выше, либо он потеряет в цене достаточно серьезно, если не случится массовой адаптации. И причина, по которой это может случиться, это если правительство и институционалы выдвинут что-то лучшее, чем биткоин. Биткоин только что отпраздновал свой 12-й день рождения, и за последние 12 лет мы пока не смогли создать что-либо лучшее, чем биткоин, или даже близкое к нему. Биткоин поднялся на 9 миллионов процентов за 12 лет, так ведь? Так что он, безусловно, является наиболее эффективным активом. Ближайший конкурент биткоина, не считая эфириума и другие криптовалюты, это Netflix, со своими чуть более 4000 процентов. Так что поэтому, опять же, соотношение риска и награды здесь огромное, потенциал роста неограниченный, но вы должны наблюдать за цифровыми валютами центробанков, за некоторыми корпоративными инициативами типа Libra и прочими, и быть уверенными, что принятие биткоина опережает все эти альтернативы. Вот такие вот сегодня дела, ребята. Хочу напомнить еще, что кроме Bybit, также еще на бирже Dudex вы можете торговать Chainlink'ом с абсолютно нулевыми комиссиями. Это просто безумие, но это так. Я уже сэкономил здесь, не знаю, сколько сотен баксов на комиссиях, просто уж я их не платил. Market fee 0. Maker fee 0. Taker fee 0. Market order срабатывают без комиссии. Это просто подарок какой-то. Вот, все ссылки в закрепе, также дополнительные депозит-бонусы до 300 долларов на депозит на этой бирже вы получите. Биржа новая, только что допилили дизайн, интерфейс, все drag and drop, очень удобно, встроенный риск-менеджмент, обязательно ознакомьтесь. Ну и биржа Femex, также еще одна очень хорошая биржа для диверса вашего портфеля. Здесь тоже есть депозитные бонусы и куча торговых пар. Нулевые комиссии на Spot Trading, если вы подключите премиум-подписку, которая стоит там меньше сотни долларов в год, то есть тоже можно много сэкономить средств. Ну вот, как мы видим, здесь торги Bitcoin Cash приостановлены, они не поддерживают hard fork. Но тем не менее здесь куча монет, в том числе Wi-Fi, Uniswap, вся вот эта хайповая тема, также торговля золотом. И удобная штука – bracket order для внутритрейдовой, маркетмейкеровой торговли. То есть вы можете сохранять long, допустим, и мини-ордерами открывать short. В общем, очень интересная тема. Урок по ней я делал, сейчас появится сверху, посмотрите обязательно. И как-то так, наверное. Посмотрим, что будет завтра с форком Bitcoin Cash. Не забывайте подписаться к нам в Telego, у нас там тоже идет очень оживленная дискуссия на тему крипты. И также раздача, бесплатная раздача монет Dash. Вот мы делаем с вами Rain. И раздаем немножко Dash всем. Бам! Инструкция в закрепе, кто хочет получать бесплатный Dash, прочитайте закрепленные сообщения. Здесь вот все ссылки на биржи тоже. И вот в чате работает бот. Просто добавляйте в друзья MyDashWalletBot. И чтобы бот вас увидел, необходимо иметь свой юзернейм в Телеграме. Так что, что непонятно, пишите в комментариях под видео или в Телеге, на все отвечу. С вами был Гринни Джо, он же Фла-ла-ла. Это канал CryptoCommons. На канале все обзоры. Если вы посмотрите в плейлистах, вы можете найти там плейлисты биржи, переводы, платформы. Вот здесь все, что вам нужно, вы найдете. И, кстати говоря, нас уже 2330 подписчиков. Спасибо вам, ребят, что добавляетесь большое. Кто не подписался, еще сделайте это обязательно. Поставьте лайк, напишите комментарий. И увидимся в следующих видео. Всем профит, пока. Субтитры сделал DimaTorzok